Организацию неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодия на территории Тверской области рассмотрели на заседании регионального правительства. Его 1 марта провел губернатор Игорь Руденя. Глава Верхней Волжья поставил задачу минимизировать последствия паводка. В рамках подготовки к паводку в Тверской области планируется создание федеральной и территориальной группировок сил и средств. Всего, по данным регионального управления МЧС, это более 8800 человек, свыше 3500 единиц техники, 124 плавсредства, 10 беспилотных авиационных систем, а также 2 вертолета. Особое внимание к состоянию гидротехнических сооружений. Поэтому заседание правительства Верхней Волжья было на этот раз очень представительным. Приехали наши федеральные коллеги. Им благодарны за такое широкое представительство. Это и Федеральное агентство водных ресурсов, канал имени Москвы, МОЗ Водоканал, Ростехнадзор, Гидромедцентр. Мы сегодня обсудили складывающуюся обстановку. Считаем, что все полностью к этому готовы. Будем реагировать. Губернатор отметил, система должна бесперебойно функционировать. Информация о ситуации на основных водных объектах передаваться оперативно. Всего в регионе расположено 22 гидрологических поста, 7 из которых автоматизированные. На 9 установлены комплексы контроля и мониторинга, что позволяет онлайн оценивать обстановку и проводить экстренное оповещение населения. К середине марта требуется завершить проверку готовности всех гидротехнических сооружений, а это 101 объект. Присутствовавшие здесь федеральные коллеги отметили, у них все готово. Все необходимые мероприятия, которые необходимы при паводковой комиссии или подготовке к паводку, они были уже проведены. Было из-за приказа 18 февраля номер 32. Созданы комиссии и на канале Москвы, и в структурных предназначениях, и на всех ГТС, включая филиал Цверского РГТС. Основное внимание будет уделено ситуации в 11 муниципальных образованиях региона, в которых ряд населенных пунктов имеют риск подтопления. Это Бельский, Жарковский, Калининский, Максасьхинский и Торопьевские районы, Андреапольский, Западнодвинский и Пеновский муниципальные округа, Вышневолодский, Нелидовский и Осташевский городские округа. При этом Синопске обнадеживают. Зима была хоть и очень снежной, но довольно мягкой. Почва промерзла максимум на 6 сантиметров, вместо 30-40. А значит быстро оттает, и излишек войды уйдет в землю. Должна помочь и погода в первой половине марта. А в дневные часы солнце и слабое такое теплое будет, конечно, и облачность, и пасмурно. Но осадков, по крайней мере, по тем прогнозам, которые мы сегодня имеем, больших не ожидается. Поэтому снег будет постепенно съедаться, запас воды в снеге будет испаряться благодаря такому антициклональному типу. Тем не менее, Игорь Руденя поручил главам муниципалитетов, подверженных подтоплению, обеспечить постоянный контроль хода работ по подготовке к безаварийному пропуску половодия. В этом им поможет областной Минтранс, который будет вести постоянный мониторинг состояния дорог и инженерных сооружений на автотрассах при необходимости оперативно проводить ремонтные работы. Напомним, что всего на региональной и местной сети расположено более 1200 мостов и 31 600 водопропускных труб.